ТРАССА 101 Приветствую! В эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России существенно увеличилось число погибших в ДТП детей. По данным известий, в январе-марте 2017-го, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, цифра выросла на 21%. Это средний показатель по разного рода авариям. Поражает динамика по погибшим маленьким пассажирам. Почти плюс 40%. Эксперты связывают это с непростой экономической ситуацией, когда родители не могут потратиться на детское автокресло. ТРАССА 101 Автомобилисты во многих регионах страны жалуются на невозможность приобретения наклейки шипы. Ее просто нет в продаже. Данный аксессуар, напомню, обязателен с 4 апреля. Его отсутствие наказывается 500-рублевым штрафом или предупреждением. Там, где наклейки есть, цены на них взлетели в несколько раз. Между тем, в интернете появилась масса шаблонов для самостоятельного изготовления знака. ТРАССА 101 Центральный банк разрабатывает мобильное приложение под названием «Помощник ОСАГО». В нем будет содержаться немало полезной информации. Например, пошаговая инструкция для участников ДТП, проверка действительности полиса автогражданки, шаблоны заполнения бланков, подробности европротокола и так далее. Отмечу, что несколько дней назад Центробанк заявлял о планах перевода ОСАГО полностью в электронный формат. ТРАССА 101 Ниссан превратил один из своих кроссоверов «Роук» в вездеход на гусеничном ходу. Четыре отдельных гусеницы располагаются на месте колес. Для этого корейцам пришлось увеличить колесные арки и доработать подвеску. Впереди электрическая лебедка. Под капотом 170-сильный бензиновый мотор объемом 2,5 литра. Будет ли наложено серийное производство такой машины – неизвестно. Некой леди в Британии на день рождения подарили новый автомобиль – кабриолет марки «Мерседес Бенз». Женщина проехала на нем меньше сотни миль и потеряла ключи. После этого машина была помещена в гараж, где провела последние два десятка лет. Сейчас легковушка выставлена на продажу. По оценке экспертов, если бы все это время автомобилем пользовались, то его стоимость не превысила бы 7 тысяч фунтов. Но в данном случае можно говорить о куда большей сумме – 55 тысяч фунтов или порядка 4 миллионов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.